Карточки пользователя в Google Docs вроде незначительная фича, но интересная. Вообще у меня была целая серия скринкастов по секретам Google Docs, ссылка в описании. Я ее вроде закончил, а тут наткнулся на карточки и вдруг захотелось продолжить. Вообще, конечно, Google Docs не устает меня удивлять с одной стороны тем, что они все время совершенствуются, а с другой, что они при этом сохраняют предельную простоту. Это талант. Собака. К собаке мы еще вернемся. И имя пользователя. Он ищет среди ваших контактов по имени или по адресу email. Выбрали, добавили. Вот такой вот серенький. Предположим, что мы создали какой-то приказ и назначаем ответственного. Типа это приказ. Ну, вроде бы ничего необычного, но имя становится интерактивным. При наведении выскакивает карточка контакта и вы можете прямо отсюда ему написать, создать встречу и так далее. А кроме того, тут есть кнопка показать подробные сведения. А вот это уже куда интереснее, поскольку… Ну, также написать, создать мероприятие и так далее. Но кроме того, тут есть последние взаимодействия, где собраны ваши последние письма, которые вы писали друг другу. По-моему, действительно друг другу, а не в одном направлении. И последние файлы, к которым у вас есть совместный доступ. Как файлы, так и папки. Вроде бы мелочь, но это ускоряет работу и в плане переписки и по доступу к файлам. Понятно, что по переписке можно воспользоваться поиском, но так, приятней же, согласитесь. Ну, и давайте уже создадим мероприятие, чтобы далеко не уходить. Видите, он создает сразу с двумя участниками. Кроме мероприятий, файлов и так далее, тут есть поиск. Можно было бы подумать, что он ищет по совместным документам или письмам. Кстати, это было бы удобно, но нет. Он ищет по вашим контактам. То есть он показывает карточку другого контакта, номер телефона, если есть, и также совместные файлы. Ну, вот такое миленькое дополнение, к которому вполне можно прибегать, работает и в Google документах и в Google таблицах. И давайте вернемся к собаке. Собака вызывает выпадающий список всего, что вы можете вставить. Собственно, это пункт вставка верхнего меню, но реализовано как в большинстве современных платформ типа Кода, Notion или Gutenberg WordPress, когда вам не нужно совершать дополнительные действия. Например, можно вставить ссылку на файл. Если начнете набирать название, он будет искать файл на всем вашем диске. Или можно вставить, например, ну видите, тут вот все. Например, горизонтальную линию. Или таблицу отслеживания контакта. Это, конечно, не Task Manager, но уже шаг в направлении. Можно предполагать, что в скором времени в выпадающем списке появятся продвинутые таблицы типа таблиц Notion, ну то есть конструктор. А еще тут появилась новая история со смайликами. Давайте тогда ближе к реальности. Вот выясняется, что на сайте опубликована статья под названием «Как прочитать все». Главный редактор не пишет комментарий, как сделал бы раньше, типа жуть, а ставит вот такой агрессивный смайлик. А сотрудник, соответственно… А, важно, забыл сказать. То, что вы отметили человека в документе, не открывает ему доступ к этому документу. Напомню, что документы на Google Drive должны храниться с закрытым доступом, который вы открываете только тем, кому открываете. Открываем. И сотрудник, соответственно. Недавние файлы, к которым есть доступ, можно найти здесь. Или здесь. Здесь все, к которым есть доступ. И сотрудник, соответственно, отвечает на ваш смайлик своим примерительным. И добавляет комментарий к другой части таблицы. Что означает этот диалог, я не знаю. Но знаю людей, которые таким примерно образом и обсуждают рабочие вопросы. И опять же, независимо от ваших лайков и комментариев, а они нужны, не забывайте, я буду время от времени делать что-нибудь по Google Docs. Ну вот такие, легкие, короткие. А то я делаю сейчас по командной строке курс и очень это утомительно. Кстати, скоро выйдет. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. У меня тут был вопрос, кстати, в комментариях. А ядерный взрыв в итоге это хорошо? Не знаю. Пишите, как вам кажется.